Иисус Христа Слава во веки веков! Слава Иисусу! Мы непрестанно и всегда должны благодарить Господа, что Он так велик и достохвален к нам. И псалмопевец Давид, следующее место давайте прочитаем, говорит нам чудесные слова. Я хочу, чтобы каждая душа из нас была полностью настроена к тому, чтобы благодарить Господа, величать Его, превозносить. Как псалмопевец Давид говорит, да возрадуется возвеселяться о Тебе все, ищущие Тебя, любящие спасение Твое. Да говорят, непрестанно велик Бог. Обратите внимание, мы много раз это место слышим. Первое, очень важно, да возрадуется о величии Божии. Второе, кто ищущий Тебя, любящий спасение Твое. Не будем забывать две эти критерии, которые очень важны. Всегда искать Господа, любить Его, непрестанно возвещать о Нем и радоваться, что Бог наш велик. Слава Ему за это. И в 18-м псалме хочу еще раз нам всем, чтобы мы задумались над этими словами. Это должно быть, как я говорил в прошлый раз, это должна быть нашей молитвой постоянно. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего. Благоугодны при Тобой, Господи, твердыня моя, избавитель мой. От наших слов зависит многое наше будущее. Все, что мы говорили вчера, это сегодня. Все, что мы сегодня будем говорить или исповедовать, будет завтра. И это правда, братья и сестры. Наши мысли имеют силу материализоваться. Все, о чем мы думаем, что мы вынашиваем в сердце и в своем разуме, то будет притворяться в нашу жизнь. И поэтому об этом много учит закон и Писание. И мы будем об этом слышать. Поэтому да поможет нам Господь, да благословит нас, чтобы наше сердце стояло в состоянии бодрствования. О чем мы думать будем в течение собрания. В течение того, что поется, кто будет говориться слово, в молитвах. Потому что это очень важно. О чем мы думаем, будет зависеть наш духовный подъем или поражение. Да благословит и поможет нам Господь. Мы будем начинать наше служение псалмом, вставая на наши ноги. Совершенство Твое не имеет границ. Спасибо. 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 Чтобы Ты бессилие мое утиряешь с ресниц, наполняешь меня верой живою. Я предвкушаю красоту поклонения, я воздеваю руки к Тебе без страха и сомнения. Я, Бог, поклоняюсь я святостью своей, осени меня теплотой согрей, силой одари, ничего не ценит Твоей совершенной любви. Совершенство Твое не имеет границ, я ценю каждый миг жизни с Тобою. Ты бессилие мое утиряешь с ресниц, наполняешь меня верой живою. Я предвкушаю красоту поклонения, я воздеваю руки к Тебе без страха и сомнения. Я предвкушаю красоту поклонения, я воздеваю руки к Тебе без страха и сомнения. Совершенный Бог поклоняюсь я святостью своей, осени меня теплотой согрей, силой одари. Ничего не ценит Твоей совершенной любви. Совершенный Бог поклоняюсь я святостью своей, осени меня теплотой согрей, силой одари. Ничего не ценит Твоей совершенной любви. Субтитры создавал DimaTorzok Я наслаждаюсь глубиной поклонения Я воздеваю руки к Тебе без страха и сомнения Я наслаждаюсь глубиной поклонения Я воздеваю руки к Тебе без страха и сомнения Я наслаждаюсь глубиной поклонения Я воздеваю руки к Тебе без страха и сомнения Совершенный Бог поклоняюсь я Святостью своей осени меня Теплотой согрей, силой одари Ничего не цене Твоей совершенно любви Совершенный Бог поклоняюсь я Святостью своей осени меня Теплотой согрей, силой одари Ничего не цене Твоей совершенно любви Ничего не цене Твоей совершенно любви Ничего не цене Твоей совершенно любви Совершенный Бог поклоняюсь я Святостью своей осени меня Теплотой согрей, силой одари Ничего не цене Твоей совершенно любви Братья и сестры, мир вам Брат Николай предложил мне перед молитвой прочитать то, что у меня на сердце Я хочу вам напомнить, я, конечно, у вас в гостях И я рад видеть вас, я где-то 4 года тому назад был у вас И сейчас мы уже, которые дети были маленькие Уже немножко подросли, а старые, конечно, уже постарели Это по милости Господа мы еще, как написано Не исчезли, но милость Его пребывает над нами И мы приходим в это собрание по заповеди И мы счастливые люди, потому что мы знаем Что благодна нашему Господу Мы пришли для того, чтобы просить милости для дальнейшего пути А также и благословения Я думаю, каждый хочет иметь благословение И я имею это в мыслях сказать немножко о благословениях Особенно всегда мы знаем тех людей, которые желали благословения Те и получали Мы знаем этого У меня с памяти немножко, извините Не так хорошо могу быстро сказать Иаков, который всегда хотел иметь благословение Он даже у брата своего первородства забрал А вот Исаак, Иаков, Исал Исал, конечно, он и подорожил благословением Я бы хотел сказать всем нам, что нужно сильно дорожить благословением А потом в продолжение жизни смотрим Как прожил Иаков и как прожил Исал Иаков всегда был благословенный Иаков всегда просил благословения у Господа Я желаю прочитать то место, где написано Он боролся с Богом И как он боролся 32 глава, 24 стих И остался Иаков один И боролся некто с ним до появления зари И увидел, что не одолевает его Коснулся состава бедра его И повредил состав бедра его у Иакова Когда он боролся с ним И сказал ему Отпусти меня Ибо взошла заря Иаков сказал Не отпущу тебя Пока не благословишь меня И сказал Как имя твое? Он сказал Иаков И сказал ему Отныне имя тебе Будет не Иаков А Израиль Ибо ты боролся с Богом И человеков одолевать будешь И вот какая борьба была у него Осия 12 глава, 14 стих Боролся с ангелом И превозмог его Плакал и умолял И вот мы пришли сегодня на это место Умолять нашего Господа Чтобы он благословил нас И этим благословениям нужно Очень дорожить жизни своей Я думаю, каждый хочет получить благословение Но для того, чтобы получить благословение Надо исполнять волю Господню Его святые заповеди В этом состоит благословение Потому что каждый вроде хочет благословение Если мы возьмем даже Исау Хотел благословение Но Иаков уже забрал это благословение И чтобы наше благословение кто-то не забрал То надо его сохранить для себя Написано Исау плакал Отец говорит Ну я уже отдал благословение Чем я могу? Каким благословением могу? Тебя благословить Когда брат твой уже взял это Брату отдал это благословение Поэтому мы будем просить нашего Господа Чтобы это благословение оставалось при нас Сохранить его верность Его святые заповеди И вы знаете Я хочу вам сказать Поделиться о себе Господь послал для меня великую милость Я в 9 лет Был очень болен При смерти Мама уже готовила меня К тому, что я помру И я лежал без сознания Много Мы жили тогда на Украине И вот врач какой-то пришел Там меня что-то проверил Ну ничего там больше не помогло Ну мама моя уже думала Я помру И вот я лежал И вдруг Как-то у меня появилось Немножко слез И я как-то чуть-чуть поднялся Вот так На длани рук И на колени И вы знаете Дух Божий сошел на меня И я заговорил на иных языках В 9 лет И с тех пор Слава Богу Я не болею Ну болезни такие Время не бывает Да? Ну вот такого нет И вы знаете Вот особенно молодые Помните Если что-то такое С вами происходит Это для вашей жизни Как подтверждение Вот для меня Я еще Ну это же 9 лет было Я же рос Так же как и вы растете Ну всякие были же там Искушения В школу ходил В субботу я не ходил В школу Старался И вы знаете Вот сейчас на старых Слава Богу Я уже 9-й десяток Начал жить Уже 81 год И меня это радует Что я соблю Заповеди Господни У меня есть надежда На Господа Как апостол Павел сказал Веру сохраним Течение совершил А теперь готовится мне В вине славы Пусть Господь благословит И всех нас Чтобы для всех нас Готовился в вине славы Аминь Готовился в вине славы И будет проклинать тебя Сотворивший его Услышит моление его В собрании Старайся быть приятным И предвызшим Наклоняй твою голову Преклоняй ухо твое К нищему И отвечай Нему ласково С кротостью Спасай обижаемого От руки обижающего И не будь Молодушен Когда судишь Сиротам будь Как отец И матери их Место мужа И будешь Как сын Вышнего И он возлюбит тебя Более Нежели мать твоя Премудрость Возвышает Сынов своих И поддерживает Ищущих ее Любящий ее Любит жизнь И ищущий ее С раннего утра Исполнится радости Обладающий Обладающий ее Наследует славу И куда бы ни пошел Господь благословит его Слушающий ее Служащий ей Служит святому И любящий ее Любит Господь Послушный Ей будет судить народы И внимающий ей Будет жить Надежно Кто уверится ей Тот наследует ее И потомки его Будут обладать ею Ибо сначала Она пойдет с ним Путями извилистыми Наведет на него Страх и боязнь И будет мучить его Своим водительством Доколе не уверится В душе его И не искусит его Своими уставами Но потом она выйдет К нему на прямой путь И обрадует его И откроет ему Тайны свои Если он Совратится с пути Она оставляет его И отдает его В руки Падение его Наблюдай время И храни себя От зла И не постыдишься За душу твою Есть стыд Ведущий ко греху И есть стыд Слава и благодать Не будь лицеприятен Против души твоей И не стыдись Ко вреду твоему Не удерживай слово Когда оно может помочь Ибо в слове Познается мудрость И в речи языка Знания Не противоречь истине И стыдись Твоего невежества Не стыдись Исповедовать грехи твои И не удерживай Течение реки Не подчиняйся Человеку глупому И не смотри На сильного Подвязайся За истину До смерти И Господь Бог Поворот за тебя Не будь Скорь языком твоим И ленив И нерадев В делах твоих Не будь Как лев В доме твоем И подозрителен К домочадцам твоим Да не будет Рука твоя Распростертую К принятию И сжатую При отдании Аминь Для молитвы Благословен Господь Слава Ему И пока детки выходят Я бы хотел попросить Высветить Евангелие от Матфея 18 глава 6 стих И пока детки выходят Это те слова Которые мы Хорошо знаем И я бы хотел Чтобы Каждый раз Когда мы смотрим На наших деток Эти слова Как сказать Сопровождали Наш взгляд Чтобы мы понимали О чем Писание нам говорит Господь Это обращение Дал нам Потому что Детки Они снизу вверх Смотрят на нас Они обращают На нас внимание И К сожалению Бывает Когда мы Неправильно поступаем Они потом копируют Это И этим Стихом Нас Библия Ограждает От этих всех поступков Благословен Господь Он каждое дитя Создал Необыкновенным Оно Хоть и похоже На своих родителей Но и является Индивидуальной личностью И мы имеем Прекрасную возможность Благословлять их Поднимать наши руки К Господу И взывать И я бы хотел Чтобы Сейчас Отцы Дедушки Подошли И благословили Своих внуков Кто своих детей И Наш образ Устремился На Господа Дабы от него Получать И передавать Детям благословение Я прошу отцов И дедушек Пройти И брат Николай Совершит молитву И мы все встанем Для молитвы благословения Благословенный вечер Господь Мы благодарим Тебя Мы славим Тебя Господь И сохранит Тебя Господь Да призрит На Тебя На Тебя Господь Светлым И сэм Своим И помилует Тебя И помилует Тебя Да Обратит Господь И сэм Своим На Тебя На Тебя На Тебя И И И А А А А В И А А А А А А люди Субтитры создавал DimaTorzok И даже те, кто уже шли сюда, кто ехал, кто шли сюда в этот молитвенный дом, уже наше поклонение началось. Друзья, мы шли, о чем-то думали, и мы знали, размышляли, куда мы идем. И вы знаете, слава Господу нашему, что, конечно, все хорошо сделали. Я смотрю, ремонт такой сделали хороший везде. И вот хочется, знаете, мы можем делать очень красиво, но Господь желает, чтобы мы обновление сделали внутри. Иногда частенько приходило время храм в Израиле, который стоял. И туда приходил народ израильский для поклонения Богу Вечному. И все, когда шли в храм, они страхом исполнялись. Они знали, что в таких торжественных ситуациях, когда были праздничные дни или даже субботний день, все знали, что там пребывает Бог. И это ощущалось физически, облако наполняло. Друзья, и когда люди шли, к этому храму поднимались, он стоял на горе, и надо было подниматься, восходить. Поэтому в псалме есть, в псалме Давида, песнь «Восхождение». Восхождение в храм, в храм восходить. Друзья, и когда шли в храм, люди осознавали, куда они идут, что они идут пред Богом. И особый был праздник Йом-Кипур, когда весь народ тоже находились в таком состоянии, осознавали, что в этот день Бог прощает, в этот день подводит черту и определяет уже на будущее. Друзья, мы приходим вот каждый субботний день. Брат сказал, мы пришли по заповеди. Братья и сестры, больше сказать надо, потому что Бог послал Сына, Спасителя миру. И здесь вот мы читаем, иногда открываешь ваше собрание по интернету, первые слова вот эти читаем. И первые слова на вид Иисус. И вы знаете, когда я еду в Спрынфилде по шестьдесятке или же там по шестьдесят пятке, вы видели, над дорогой стоят, перед церковью стоят большущие эти, вот это слово, имя Иисуса. И все знают, кто есть Иисус. Люди, живучие, проезжающие, они понимают, что Иисус это Сын Божий, который пришел спасти весь мир, чтобы пришли и покаялись, но не все приходят, не многие, не многие приходят действительно к этому Иисусу и ищут Его. Дорогие друзья, слава нашему Господу, что мы пришли и по заповеди, и еще любовь Божия влечет нас, чтобы нам иметь общение с нашим Господом. Мы уже сегодня и молитвы были, и говорили, и пели во имя Господа нашего Иисуса Христа. Дорогие друзья, и мы читаем ниже слова, ниже слова, что Иисус сказал, что Иисус Он есть, Я есть им. Помните, слава? Путь, истина и жизнь. Дорогие друзья, и мы в Священном Писании находим и читаем такие слова. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца. Можем приходить мы по заповеди на это место и даже не мыслить, не размышлять о пути Господнем, о пути, который Иисус сказал. А Иисус говорит, кто войдет мною, тот войдет, кто войдет, я дверь овцам. Только через Иисуса мы можем приблизиться к нашему Отцу Небесному, Господу нашему. И мы верим, что мы придем, но через Иисуса. И Он говорит, кто войдет и выйдет и пажить найдет. Слава нашему Господу, друзья. Чудный наш Господь, чудный наш Бог, совершенный, великий и славный. И мы пели уже, совершенство. И Иисус в своей проповеди Нагорной и также призывает, будьте совершенны, как Отец Ваш Небесный. Сегодня вот перед молитвой брат Петя прочитал такое, я обратил внимание на эти два стиха. 6-7 стих, 91 Псалма. Как велики дела Твои, Господи, дивно, глубоки помышления Твои. Человек несмысленный не знает и невежда не разумеет того. Вот, друзья, о чем я хочу обратить внимание. Человек несмысленный не знает. Кто такой несмысленный? Человек, который он не понимает, он не рассуждает, он не исследует. У него нет смысла в жизни, он приходит, он может приходить в дом молитвы, он может жить среди народа Божия. И также, почему здесь написаны такие слова, почему именно эта песня «День субботний», чтобы созерцать красоту величия Бога нашего. Какие, смотрите, какие великие дела Господь делал. Дивно, глубоки помышления Твои. Как нам вот вникнуть, и уже брат Коля, пастор, сказал, чтобы мы настроены были на то, чтобы воспринимать слова Господа нашего Иисуса Христа. А он много сказал нам. Смотрите, человек несмысленный не знает и невежда не разумеет того. Невежда это не знает. Незнающий человек, незнающий. И несмысленный, который не рассуждает. Друзья, нам Господь призвал нас, чтобы мы знали, чтобы мы учились. И Иисус сказал однажды всем слушающим иудеям, и Он сказал такие слова. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную». Это мы читаем Иоанна 5 глава. «Ибо вы думаете». Смотрите, интересно, я прочитаю эти слова. 39 стишок. «Исследуйте Писание, исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Но он дальше говорит, 40 стих. «Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь». Дорогие друзья, к нам сегодня звучит это слово. А мы знаем все. Мы ходим в церковь уже 20-30 лет. Я уже верующий 40 лет. Иногда мы так рассуждаем. Я давно уже, с детства верующий. Мы ходим, мы уже знаем, мы уже к себе, в себе говорим. Да я уже много знаю. А что мне еще познавать? Дорогие друзья, это бездна, богатство и ведение. Это апостол Павел возглавляет. Это бездва, богатство и мудрости Божьей. Дорогие друзья, не хватит времени нам, чтобы исследовать до конца. Мы только многие вещи поймем. Нам многих вещей сегодня непонятно. Многие вещи поймем тогда, когда придем к Иисусу. Тогда многие вещи, многие понимания, которые мы сегодня имеем в нашем сознании, придется оставить, потому что они могут быть неправильными. И вот сегодня напомнил брат, чтобы вот это место, чтобы нам не соблазнить малых сих. Вот этих деток, малых сих. И многие есть приходящие к Богу, младенцы во Христе, младенцы, в духовном младенце. Человек пришел, уверовал, он еще младенец, он еще много не знает. И за них, говорит Иисус, есть тот, кто соблазнит. Дорогие друзья, поэтому мы должны быть утверждены, правильно ли мы понимаем. И вот Иисус, для нас открыто слово, чтобы мы исследовали Его. И вот недавно было крещение у нас, и мы знаем, и вы знаете, многие были. И такое пожелание. Я так вспоминаю, когда всегда крещение проходит, я вспоминаю молодость свою, я вспоминаю, как я принимал крещение. Сынех шел, и это в декабре месяце было, и у меня жажда, желание было. И мы пели, что жаждущий и желающий, желающий, жаждущий пусть приходит и берет воду жизни даром. Ну, должна быть жажда и должно быть желание. И так же в этом, друзья, и так же пожелание этим молодым, чтобы, когда я получил духовное крещение, когда посетил Господь Духом Святым, сошел на меня Дух Святой, вот тогда у меня сильнейшее страстное желание появилось, первое, читать Слово Божие. И второе, молитва. Эти две вещи, это неотъемленные для человека, для приходящего Господу к Богу, покаяния. Это две вещи, которые, это жизнь, мы не можем без них, христианин не может без этих двух вещей быть. Упражняться в следовании Слова Божьего, потому что сегодня много, нас окружает множество понятий, учений всяких, как мы можем отличить Божье это или не Божье. Ну, друзья, я хочу обратить, давайте сегодня сказать, несколько мест прочитаю, Матфея 13 глава, вы знаете, братья и сестры, мы знаем, все знаем, сколько притч было оставлено на страницах на Писании, притч Иисуса Христа. Много. Есть где-то 40, больше 40, я думаю, что больше. И каждая притча, которую говорил Иисус, и ученики не понимали их. И они всегда просили, разъясни нам притчу. Вот 13 глава Матфея, смотрите, но я хочу только одной притчи коснуться, которая, она касается нашей духовной жизни. Много притч. Там мы можем и четыре почвы, первая притча, мы знаем, вышел сетелься, четыре почвы, вот какая. Мы можем, мы себя проверяем всегда, когда я читаю притчи, когда каждый из нас читаем, мы всегда проверяем, какая у меня почва. Вот, понимаете, чтобы вот эти слова, они не просто были на стене. И Иисус есть путь. А какой он путь? Его же узнать надо. И Иисус есть истина. Апостол Павел пишет, Истинного Иисусе, отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего вас из себя похотяк. И что? Обновиться духом ума вашего. То есть надо оставить прошлое и обновиться новым стать. Как обновляли храм, как вот обновленные, красиво посмотреть. А было когда-то где-то трещины какие-то, что-то не горит, где-то тухнет, что-то где-то течет вода, где-то не включается. Мы обновляем. И нам приятно видеть, друзья. И обновиться. Нам тоже нужно обновлять нашу внутренность. И вот Иисус, 13 глава, 33 стих. Он один стих. Это одна притча, один стих. Но много-много очень разных толкований относительно этой притчи. Я хочу обратить внимание. Вот знаете, иногда часто мы говорим, моя точка зрения. Вы представляете? Моя точка зрения. А у Бога все зрение. У Бога все зрение. А мы можем иметь только точку. Вот я так, мне Господь открыл, и я могу так разъяснить. И вот мне хотелось поделиться вот относительно этой притчи. Иную притчу сказал Он им. Царство небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки. «Доколи не вскисло все». Все. Как понять эту притчу? К чему Иисус сказал? Мы же хотим знать о Царстве небесном. Мы же ожидаем Царства небесном. Мы идем к Царству небесном. Мы верим в Царство небесное. Но Иисус сказал в одном месте, Иисус сказал в одном месте, Луки 17 глава, 20 стих. Он сказал, что не ищите. Вот был же спрошен фарисеем, и когда придет Царствие Божие, отвечал им, не придет Царствие Божие приметным образом. И 21 стих. И не скажут, вот оно здесь, или вот там, ибо вот Царствие Божие внутрь есть. Внутрь вас есть. Братья и сестры, я хочу обратить внимание. Внутрь вас есть, Царствие небесное. Теперь, он говорил эту притчу подобно женщине. Женщина, иудейская женщина, она каждый день делала хлеб, потому что хлеб только был на день. Сегодня можно месяцами хранить, но там люди уже придумали, как это сделать. Раньше натуральный был, органический, чистый хлеб. И каждая женщина делала. Вот три меры муки. Три меры муки. Сколько это? Ну, я вот посмотрел, прослушал, говорят, что одна мера 12 килограмм муки. Пусть 36 килограмм. Возможно, 36 килограмм каждый день могли делать, потому что семейства были большие. Но я хочу обратить внимание. Женщины знали, все знали, иудеи, что такое. Те, которые слушали эту притчу, они понимали. Мы можем сегодня не понимать. Ну, кто-то печет хлеб, кто-то закваску ложит эту. Тут, видите, что такое Царство Небесное, если внутрь нас. Значит, Царство Небесное начинается с моего внутреннего состояния. Дорогие друзья, внутреннего состояния. И еще одно место хочу прочитать. Деяние 2 глава, где вы помните эти слова, которые сказал Петр. Помните там, когда он возвысил голос? И он сказал такие слова. С 37 стиха, Деяние 2 глава. Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи, братья? Петр же сказал им, покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Три вещи сказал Петр. Три условия, которые необходимо выполнить, было им. Они умилились сердцем. То есть, они стали сокрушаться в сердцах. Я вот, знаете, выписал вот этот место, интересный перевод. Просто, ну, он смысла не теряется, конечно. «Покайтесь, и пусть каждый из вас пройдет обряд погружения в воду, призывая имя Иисуса Христа для прощения ваших грехов, и вы получите в дар Святого Духа». Это такой перевод, восточный перевод. Смотрите, призвать имя, не только креститься во имя Иисуса Христа, призвать имя Иисуса Христа для прощения грехов наших, и вы получите в дар Святого Духа. И получить дар Святого Духа. Ну, здесь в русском Петр сказал так. Петр же сказал им, «Покайтесь, и докрестите каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Я хочу здесь обратить внимание вот на три меры муки. Взгляд вот с этой стороны. Когда мы, Иисус, что Он имел? Царство Небесное внутрь нас. Женщина положила закваску. Вы помните закваска, что означает? Он говорит, «Берегитесь закваски». Но он там негативно сказал, я положительно беру это слово «закваска», которая заквашивает тесто и получается хлеб. Женщина положила в три меры муки закваску, доколе не вскиснет все. Я хочу обратить внимание, если в две меры положат муки, почему три меры муки? Вот здесь Петр, я хочу обратить внимание, на духовно перевести, здесь три вещи, три условия, которые мы должны пережить в нашей жизни, в нашей жизни, вот эти три состояния, три состояния возрастания в Господе. Чтобы эта закваска, вот закваска учения, помните, Он сказал, «Берегитесь закваски фарисейской». Они думали, хлебом не взяли. Он говорит, «Учение фарисейского, саддукейского». В другом месте, говорит, «Берегитесь иродовой закваски, которая есть лицемерие». Но я здесь хочу взять, что Иисус сказал, кто хочет узнать о всем учении, что оно от Бога, это учение. Что это учение Иисуса, Иисус пришел от Бога, и Он принес учение. И в Нагорной проводе мы читаем, и все эти притчи, больше сорока притч, и там примеров, которые Господь говорит в проповедях, когда Он учит, они что-то имеют для нас важное значение. Для нашей жизни важное значение имеют. Поэтому, первое, закваситься должно быть искреннее раскаяние и сокрушение в сердце и покаяние. Я быстро прохожу. Искреннее покаяние должно быть. Закваситься учением Иисуса Христа. Второе положение, чтобы водное крещение принять, не просто войти в воду и выйти, я уже крещен, я уже член церкви, и мне можно уже жениться, замуж выходить. Ведь, вы знаете, большинство как-то так молодые так как-то думают, ну, надо водное принять, потому что меня не сочетают. Ну, сейчас уже и без сочетаний уже как-то, уже сейчас вот эти границы размываются. Но основное, второе, вторая мера, вторая мера должна закваситься. Мы должны правильно подойти, войти в воду, в смерть. Вы помните, написано, ибо вы смерть со Христом вошли, в смерть, и что и вышли воскресшими для обновленной жизни. Должна наступить обязательно перемена в жизни человека, обязательно. Обязательно мы должны, мы ответственны, братья-сюдер, я обращаюсь просто к тем молодым, да, ко всем обращаюсь. Мы должны пересмотреть свою жизнь. Обновиться нам необходимо сейчас обязательно, потому что движения не будет вперед, друзья. И это второе, осознанно понимать, что я должен родиться заново. Я должен стать новой тварью. О новой твари в многом мест написано. Это большущая тема. И третье положение, я хочу обратить внимание. И Петр сказал, и получите дар Святого Духа. Здесь вот, друзья, тоже пройти третью стадию, получить дар Святого Духа. Скажите мне, мы многие получили дар Святого Крещения Духом Святым со знаменных языков. Дух Святой приходит с дарами или без даров? Писание везде говорит, когда ученики получили крещение, когда Дух Святой на них сошел, стал проявляться Господь, как Дух давал им провещевать. Должно, это нельзя от этого, от этого нам нельзя уйти, братья и сестры. Мы должны понять, если без покаяния человек получает духовное крещение, но он должен покаяние пройти. Я получил духовное крещение без покаяния. Я не понимал, вот, не понимал, мне брат шепчет, когда я получил духовное крещение, возрадовался, стал молиться на иных языках, я хочу молиться на русском, перехожу на иной язык, и все. Мне брат шепчет, а ты покаяние проходил, а ты исповедание проходил? А я спрашиваю у него, А я же с ней, мама-то верующая, я же с ней молился с детства, я же, а вот не понимал. А что нужно? Конечно нужно, он говорит. Все, пойдешь со мной. И я в эту ночь проходил исповедание и покаяние. И Господь засвидетельствовал через дар пророчества. Но я вам скажу, вы знаете, некоторые вещи я удержал, потому что я исповедовался перед сестрой, перед его мамой, этого брата молодого. И мне стыдно было некоторые вещи сказать. Но когда мы стали на молитву, она говорит, все сказал, ну все сказал. Стали на молитву, а Господь наполняет и уста, и мне говорит, вот это делал, вот эти три вещи, которые я не сказал, Бог мне сказал. Тогда мне уже все, мне нельзя было сказать, Господи, делал все, делал, делал. И так вот, вот такое было, это искреннее должно быть, искреннее покаяние и соведание. Второе, искреннее должно быть крещение, дать обещание Богу, что? Добрую совесть. Господь очищает совесть нашу при покаянии, и мы уже должны сохранить эту добрую совесть на протяжении всей нашей жизни. Но третье есть, получить запечатление, чтобы Дух, Дух Святой свидетельствовал Духу моему внутри меня, свидетельствовал мне, что я Дитю Божие. Это должно, это более, это возвышенное, это сильнее всех этих двух. Но все три меры, они должны закваситься полностью, тогда будет совершенно. И вот нам Дух Святой дан, для того, чтобы мы могли возрасти в совершенство, дорогие друзья. И смотрите, первое послание Коринфянам, я прочитаю еще. Двенадцатая глава. Хочу о дарах Духа Святого. Нам сегодня необходимо, что делает сатана? Бог определяет субботний день, святым днем освящает. Сатана, он тут же рядышком идет и ложное делает. Он ложное делает. Одним он дал пятницу, другим дал первый день недели, воскресенье. И все на основании Писаний. Ну, пятницу он дал мусульманам. Он же тоже, это же Дух, он тоже, он знает, он же очень хитер. Он знает, где, как, кого обольстить и увести в ложное понимание. Но для нас, дорогие друзья, священное Писание есть основа. Если я не читаю, священное Писание не исследую. Если я не исследую, я не смогу различить. А что, ну, какая разница, какой день. Сегодня, к сожалению, многие молодые говорят, а какая разница, воскресенье или суббота. Определенно должно быть основание. Если у меня основания не будет, три друзья, увлекут меня, и я соблазнюсь и упаду. Если не будет под ногами основания. Должно быть, в смысле, на чем я стою? На основании священного Писания. Да, люди делают так, но Слово говорит вот так. Вот когда мы основываемся на Писании, мы никуда не уйдем. И сразу любая книжка, любой фильм, любой человек, который начнет говорить вам, вы сразу скажете, ага, я знаю, Писание так говорит. Потому что если я буду упражняться в исследовании Писаний, тем более, если Дух Святой живет во мне, и, смотрите, три вещи, которые должны присутствовать у христианина, верующего, крещеного Духом Святым. Необходимо получить, это третья мера, получить крещение Духом Святым обязательно. Сегодня много понятий. Да, мы спорить не будем, Церковь Божия не спорит, но Писание так говорит, должны стоять на Писании. Да, Бог Духом Святым может использовать и неверующую, а с лицю использовал. На полный луста сказал в Аллахаму, а с лицю может использовать? Может. Бог может любого человека использовать для своей проповеди. Но строить учение на этом человеке мы не имеем права. Мы должны строить наше понимание учения на Священном Писании. И вот третья вещь, быть крещенным Духом Святым, исполняться Духом Святым, и третье, Вадимым должно нам быть Духом Святым. Братья и сестры, молодежь. Нам нужно ощутить, я, получивши, я должен знать четко, что я имею, могу молиться на иных языках в любое время, могу петь на иных языках, что я исполняюсь Духом Святым, исполняться Духом Святым. Мы читаем, исполненные Духом Святым были, и дьяконы, и пастора, исполненные Духом Святым были. Дух им говорил, Дух Филиппу сказал, иди, и Вадимый Духом Святым. Дух Святой, он меня наставляет внутренно. Я становлюсь молиться, и Дух Святой наставляет. Но сатана, он хочет отвлечь. И сегодня, к сожалению, многие вещи он добивается. Да, ты крещеный Дух Святым, но ты смотри, он же может прийти и под видом ложного пророчества, ложных видений, ложных рассуждений, ложных лжеучений всяких, ложных учений. Он же под этим видом тоже старается прийти. Но мы должны, братья и сестры, каждый из нас крещеный Духом Святым, закваситься, мы обязаны, закваситься учением Иисуса Христа и для развлечения. Значит, 12 глава. Дары различны, 4 стих и ниже. Но Дух один и тот же, и служение различное, а Господь один и тот же, и действия различные, а Бог один и тот же, произведящий все во всех. Я хочу обратить внимание, 7 стих, но каждому не по выбору, здесь не написано по выбору, каждому, каждому. И мы можем подставить, я крещеный Духом Святым, значит, мне оно касается. Каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом, иному вера, тем же Духом, иному дары исцелений, тем же Духом, иному чудотворения, иному пророчества, иному развлечения духов, иному разные языки, иному истолкования языков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Братья и сестры, если я крещеный Духом Святым, любой из нас, Бог, мы верим, я лично верю, Бог может в определенной ситуации, любой этот дар может проявиться через каждого человека, крещенного Духом Святым, если, если при условии, если я не угошаю Дух Святой, если я его не оскорбляю, мы знаем, как можно его оскорбить, мы знаем, как его можно угасить, если я это не делаю, он может проявиться любым даром. Не так. Вы знаете, многие говорят так, вот у меня дар пророчества. И все, и человек ездит, пророчествует. Друзья, иногда Бог может один раз в собрании пройти пророчество, и больше у человека не проявляется. Дар. Дар исселения. Опять, это делает Дух Божий. Знаете, сегодня всякое, по нашей младенческой, незнанию, невежественно писать, незнанию, мы иногда входим в крайности какие-то. В крайности. Человек невозрожденный, Дух Святой, ему говорит, он не принимает, но он имеет дар Духа Святого, как бы считает, что он имеет. Может и имел, но потом может Дух Святой отойти, а это останется, и человек начинает проявлять уже человеческое. От ума. Друзья, ну для нас дано Слово Божие. Оно говорит, что должно быть. Если в нас нету, тогда нам нужно вопрос поставить, почему нету? Мы боимся чего-то, ну, чтобы не было лжепророчеств, не было лжеведений, или... Ну, Слово Божие есть, Бог-то открывает, мы же верим в Дух Святой. Оно должно быть, значит, надо ревновать. Просто можно закрыться, нам не нужны дары. Ну, мы и так довольны. Дары, друзья, а Сатана, он хитрый, он знает, как обольстить. Если человек говорит, а мне Господь не подсказывает, что кто этот человек, не открывает, конечно, я пойду за этим человеком. Было такое, я там, Портланд, я один расскажу пример, и буду заканчивать. Один пример, приехал один артист, ну, много же гостей приезжает. Приехал, а я там как раз писал кассеты, я его не видел, слышу, там еще была у нас комнатка. поет Псалом. Вот вы знаете, вот я слушаю, он поет о маме. Но внутренность у меня не воспринимает, слова хорошие, музыка хорошая. Но внутренность не соглашается, вот внутреннее состояние, я чувствую, что-то не то. Ну, что не то? Не могу понять. Ну, спел он там все, потом он вышел, это на утреннем собрании было, у Давида. Вышел на улицу, и вы знаете, ну, там же продают же, ну, как, не продают, раздают. Так у него, я был удивлен, вы знаете, я был удивлен немало, что диски, клипы, вот эти вот, там, песни, первые клипы ушли, разобрали у него. Первые. А потом, когда уже он, на следующий раз, мы уже узнали, он был там, в другой церкви, и тогда ему дали время, он там как раскрылся, и даже сказал так, ну, я, конечно, пришло время, люди любят христианские песни, и мне пришлось, прямо сказал, переквалифицироваться. И вы знаете, он потом попадает в нашу церковь, через время, через время попадает опять, я говорю, кто там такой? А этот человек? Ага, а я же знаю, в моем внутреннем состоянии не приняло его. Что такое, ничего не пойму. Потом я услышал, а, ну, понятно. И тогда он диски эти продавал вечером, я вышел на улицу, и говорю ему, если ты делаешь это во имя Иисуса Христа, Господь тебя благословит, если ты делаешь для своей бизнеса, то бойся Бога. А он мне говорит, так стоит и говорит, ну, уже все разошлись я с ним, он мне говорит, ты знаешь, один брат, ну, один человек мне палки в колеса ставил, а потом я через время приехал, а его уже нет. Я говорю, а что ты пугаешь? Ну, конечно. Он, на, на тебе дает мне, я говорю, мне не нужны твои диски. Я сказал тебе вот так. И все, и мы с ним расстались. Многие под видом верующих одну поездку, может, хватает ему на целый год жить на Украине. Если братья и сестры приходят многие гости, мы их не знаем, но есть Дух Святой, который открывает, и мы, когда он уезжает, ой, там наделал, что там он натворил, там что-то там, зачем мы это пошли туда-сюда, там молитвы, там все, а нам Господь не открыл. Нам, братья и сестры, нам, мы, нас называют духовные. Вы же слышите? А у кого? А вот духовные субботники. А оно, я знаю. Это брат Коля или брат Давид. Я знаю. Мы же знаем. Так давайте покажем, братья и сестры, покажем, что мы духовные, настоящие. Но для этого нужно приложить усилия, братья и сестры, просить. Сегодня мы пели. Желающий и жаждущий пусть приходит и берет воду жизни даром. Иисус сказал женщине самарян, сказал, что источником сделается тот человек. Значит, Дух Святой, который я принял, он сделается источником. Друзья, я вот ревную, я лично ревную, я молюсь. Господи, нам нужны. И Господь проводит через испытания, Господь показывает, Господь показывает все эти вещи. Вы знаете, братья и сестры, я еще хочу поделиться. Я сегодня читаю Слово Божие по-новому. Вот то, что Господь открывает. Вот я раньше читал, я не понимал. Когда я стал исследовать дары, вот эти девять даров, каждый дар, что означает, как он работает, как он проявляется в жизни, каким путем. Когда, теперь я читаю Новый Завет, это и Ветхий Завет тоже. Я сразу, вот событие, происходит событие, духовное событие, действие. Я сразу определяю, это слово, дар слова мудрости здесь работает, или даже слово знания, или же дар развлечения духов. Уже по-новому, вот мне даже самому стало интересно читать. Вот читаю за апостола Павла, обращение его. Там сразу три дара работало. В этой ситуации, вот мы, вот обратите внимание, прочитайте, там сразу три дара проявлялось в той ситуации, когда Савл обратился. И Анании было открыто, хотя он и боялся идти, зная за него. Но Господь ему сказал, через дар слова мудрости о будущем, я ему покажу, сколько он должен пострадать, за имя мое. И Павлу тут же открывает через видение, что придет муж Анании, возложит руки, и все, и это все соединяется. Вот что значит, как работают дары Духа Святого. Друзья, как нам сегодня необходимо, наши дети подрастают. Вот брат напомнил, если мы плохо ведем себя, они нам, они копируют нас, они от нас копируют. Но для того, чтобы нам вести хорошо, нам нужно, чтобы Дух Святой мне говорил внутри, что это ты делаешь плохо. Смотришь, не туда смотришь. Обязательно Дух Святой подскажет. Обязательно в моей жизни это есть проявление в моей жизни. И Господь Духом Святым ведет к смирению, ведет к сокрушению сердца, ведет к развлечению, показывает, говорит, он действующий. Друзья, третья мера, я так верю, братья и сестры, вы можете понимать, как рассуждать, рассудить немного, но я вот вижу в этом недостаток нас, что нужно в третьей мере, чтобы тоже заквасилась от Духа Святого. Закваска учения Иисуса Христа о Духе Святом, о дарах Духа Святого, оно должно проявляться в нашей моей жизни, в вашей жизни. И в церкви нашей, и везде, где мы не будем, везде это мы увидим, друзья. Да поможет нам Господь. Давайте мы сейчас обратим наше внимание на молитве, друзья. Мы очень мало молимся на иных языках. У нас молитвы, братья и сестры, к сожалению, сухие. Дайте простор Духу Святому. Ну, дайте, чтобы Дух Святой помолился за детей, за больных, за крещение, чтобы Господь кресил Духом Святым. Дайте свободу устам, доверьтесь Господу. Никогда написано анафемы не произнесет, говорящий Духом Божьим, никогда на Иисуса анафемы произнесет. Доверьтесь Господу. Пусть Дух Святой молится, моляет Отца Небесного о наших делах, о наших поступках, чтобы наша жизнь менялась. И я замечаю в моей жизни, я замечаю, я молюсь Духом Святым и я замечаю, что многие вещи Господь, я просто не знаю, откуда оно приходит. Вот знаете, понимание приходит, а потом, почему? Потому что, когда Дух Святой молится о том, чтобы какое-то знание пришло ко мне, оно минует разум, идет сразу в сердце, в Дух мой. Это понимание идет в Дух мой. Так же и у вас это будет происходить, но это надо практиковать. В этом надо упражняться. Слава нашему Господу, Ему вечную пребуду в веке. Аминь. Путь наш неуслан святаний. Путь наш неуслан цветами, только каменья шипы. Молим, пребудь, Боже, с нами и охраняй на пути. Молим, пребудь, Боже, с нами и охраняй на пути. Без Него Без Него Я упаду, Без Христа Не устаю, Без Него И жизни Мне не надо. Без Него Я упаду, Без Христа Не устаю, Без Него Без Него Без Него И жизни Мне не надо. Без Него Я упаду, Без Христа Не устаю, Без Него Без Него Я упаду, Без Христа Не устаю, Без Него Без Него И жизни Мне не надо. В жизни бывает нам трудно Часто нет силы идти Но мы им названы другом И Он хранит нас в пути Но мы им названы другом И Он хранит нас в пути Без Него я упаду Без Христа не устаю Без Него и жизни мне не надо Без Него я упаду Без Христа не устаю Без Него и жизни мне не надо Он говорит, верно дейся Только взирай на меня Ведь я прошел тот путь прежде И сам страдал за тебя Ведь я прошел тот путь прежде И сам страдал за тебя Без Него я упаду Без Христа не устаю Без Него и жизни мне не надо Без Него я упаду Без Христа не устаю Без Него и жизни мне не надо Присаживайтесь Мы послушаем стихотворение Во славу Божию, пожалуйста Христу нельзя частично доверяться Оставить где-то право за собой На собственные чувства полагаться На знание и лишь опыт свой Христу нельзя быть преданным частично Не полностью себя пред Ним смирить И лишь когда дела идут отлично А не за все Его благодарить Христу нельзя частично доверяться В определенных лишь местах С привычками мирскими расставаться В отдельных случаях, поступках и делах В отдельных случаях Христа бояться Частично признавая Его власть И головою лишь слегка склоняться Вместо того, чтобы на колени пасть Частично достопить обиды льдину Остаток же надолго сохранить Против кого-то лишь наполовину И преданным частично только быть Христу нельзя частично только верить Так как хотелось бы и как удобно нам По-своему все взвешивать и мирить И не давать отчета всем словам И поделив на части свое сердце Христу одну частичку отделить Не распахнув, а приоткрыв лишь дверцу Не навсегда, а в гости пригласить Ведь в этот мир, наполненный грехами Христос Отцом Небесным послан был И невозможно выразить стихами Как сильно нас Он любит и любил Он сделал все для нашего прощения Исполнив волю Своего Отца За нас приняв страдания и мучения Сполна все претерпел и до конца Христос не сделал ничего частично Он не прошел лишь только час пути За каждого, ведь заплатил Он лично Своей кровью, чтобы навек спасти Когда-нибудь мы встанем перед Богом И нам ответ свой нужно будет дать Усилий прилагаем мы, как много Чтобы Христу всего себя дать Всего А не процентов девяносто Пусть девяносто девять Ведь потом Тот маленький один процент Он просто разделит нас Навеки со Христом Но коль отдать себя, отдать всецело И безвозвратно раз и навсегда Чтоб последний день душа летела В раскрытые объятия Христа слабо Благословен Господь Да будете вы благословены Все, кто пришел сегодня Воздать хвалу Господу Прибыть с Ним в Слове Его Как бы хотелось, чтобы Божий Дух О котором мы уже слышали И я буду продолжать О Духе Святом О миссии Какую же миссию совершает Дух Святой Чтобы не делать долгое вступление Хочу, чтобы мы вспомнили Что мы слышали в прошлый раз И настроили свой разум услышать Этой молитвой, которой в самом начале Я привел нам все молитвой Давида Господи, благослови уста мои и разум Чтобы они всегда были благоугодны пред Тобою И поэтому, сидя здесь, мы однажды Все будем отвечать пред Богом Было ли мое помышление и мои слова Которые буду говорить угодно Ему То есть соединялся с Ним через это слово Потому что каждый шаг, каждый день Мы так говорим в мире Мы будем за это отвечать За минуту, за секунду, за жизнь За все нам придется давать отчет Правда? Все мы так верим, все мы так понимаем В прошлые разы, чтобы восстановить нашу память Я говорил о миссии Духа Святого Который пришел на эту землю Одна из важных миссий была Я быстро напомню Это открыть имя Бога Имя Отца Вторая миссия Духа Святого Принести в совершенстве закон Который воплотился во Христе И как Христос стал живой Торой Живым законом, который надо исповедовать Говорить и жить И который будет писать в наших сердцах И третья важная миссия Духом Святым Он напишет слова Закона в сердце и наших устах И с этого места, Еремия 31-33 Давайте мы снова продолжим нашу с вами беседу И вот завет, который я заключу с Домом Израилевым После тех дней, говорит Господь Вложу Я подчеркнул красным Специально обращаю ваше внимание На подчеркнутые слова Они имеют значения Вложу закон мой во внутренность их И на сердцах их напишу его И буду их Богом И они будут моим народом Помните подобные слова? Говорит нам второе послание Коринфянам Мы часто это перед чашей читаем Шестая глава, по-моему, последней стихи Какая совместность Виляра со Христом? Помните? Какая совместность греха с беззаконием Праведности с беззаконием И он там говорит Отделитесь И придите ко мне И я буду вашим Богом И вы будете моим народом Неужели мы не видим, как это перекликается? Бог Наше основание Мы говорим апостолы про броки Краугольный камень И мы понимаем, что пророки цитировали закон Закон никак невозможно отодвинуть Он тоже стоит в основе всех основ Которым мы в прошлый раз много слышали И поэтому, братья и сестры Что Бог сделает? Что сделает Дух Святой? Еще задолго до прихода Христа Излиться в день Песятницы Духа Святого Уже было проговорено это слово Богом вложу закон мой Куда? Во внутренность Что это такое внутренность? В сердце понятно И в сердце их напишу И все мы понимаем Не в это сердце, которое качает кровь То есть в наш разум Во внутренность нашего разума В разуме есть Мы знаем, есть сознание Есть подсознание И вот наше подсознание Есть внутренностью И вот все, что мы годами делали Это как в компьютере Как тот файл, который ставится в память Или в сейв И мы хотим, не хотим Оно там будет И все, что туда мы закладываем В наше подсознание Оно будет проявляться в нашей жизни И поэтому Бог хочет Чтоб там не пустота, беззаконие и грехи были А вложу закон мой Вопрос зачем? Мы уже говорили в прошлый раз Чтобы быть праведными Без закона праведным человек не может быть Или может? Не может Законом познается грех Где я могу видеть себя грешным Прийти к крови Христа Мы об этом слышали К благодати Он меня очищает Если окаюсь и сознаю Видяще себя грешным И он снова всегда со мной Благодать и закон Они идут нога в ногу Неразделимы две составные части Поэтому, братья и сестры Подобную мысль уже евреям Новый Завет нам говорит Кто отвлекся или уснул Прошу проснуться Потому что скоро пришествие Чтобы вы не спали Кто уснул А кто отвлекся Прошу, особенно наверху Сосредоточиться Другой перевод Это очень важно Почему я так говорю Пришло пришествие Так было в одном собрании Так брат сказал Один брат так пристроился Ноги еще в России Помните? Такие табуретки были Вот туда ноги засунул И он услышал последние слова пришествия Аминь Сказал и упал вместе со стулом Вот чтобы никто нас не упал С третьего этажа Или со стула Как Евтих Помните? Что он с ним было? Уснул и упал Да поэтому Давайте будем стараться Бодрствовать У нас время совсем у меня чуть-чуть Это очень важно Если мы это сегодня не усвоим Не поймем Мы дальше не сможем идти То что брат до меня говорил Дух Святой Единые языки Это все хорошо Почему мы не изменяемся? Вот о чем Я двигаюсь потихоньку Мурашинами Шагами Хочу чтобы мы донесли До сознания Себе и каждому из нас Что двигаться И расти в Господе Если мы не усвоим Его основные Базовые основы Которые он записал В Священном Писании Вы уже наверное прочитали Евреям 10.15 Другой перевод О том говорит нам И Дух Святой Сказав сначала Вот какой завет Говорит Господь Соединит меня с ними Мы слышим Мы говорим Я хочу с Богом соединяться Я соединен с Ним А смотришь на дела человека И за голову иногда Можно взяться И думаешь В каком обольщении человек Вот завет Говорит Господь Соединит меня с ними После тех дней В сердца их вложу законы И в мысли их впишу Что впишет? Заповеди и законы Братья и сестры Другого быть не может Поэтому наши мысли Наше сердце Очень важно О чем мы думаем Что мы носим Что мы переживаем Все что мы носим в голове То мы будем делать Если мы не дадим Духу Святому Разрешение Говорить или исповедовать Закон Божий Места Писания Он это не будет Без нашего соглашения Делать Или будет Никогда Запомните эту истину Дух Святой Не давит Он не назойливый Этот Дух Нечистый Так действует Он не пугает Он предлагает Это Дух Бога Дух Отца Который Израилю сказал Перед тобою Жизнь Смерть Благословение И проклятие На что Просрешь руку И вот так действует Дух Святой Сегодня Он предлагает И когда я говорю Господь Пиши законы В моем сердце Даю ему Право на разрешение И исповедую И читаю Естественно Или слушаю Тогда они пишутся Если я За меня никто Это из вас Сделать не может И я за вас Это не могу сделать Молодежь Услышьте Это очень важно Тоже для вас Хочу Чтобы мы Прочитали Одно выражение Следующее Пожалуйста Худшие враги Человека Не наделали бы Столько бед Сколько Приносят ему Его собственные Мысли Когда это Прочитал И сказал Аминь Так и есть Что ты носишь В голове То ты будешь делать Что ты носишь В голове Это завтра Будет ли Послезавтра Такое есть выражение Для тебя Поэтому очень важно Контролировать Свои мысли Очень важно Контролировать Что мы накручиваем В голове Принесли информацию А мы ее раздули Так что самим Нам аж плохо Как Дух Святой Там будет писать Законы Да никак Поэтому давайте Будем стараться Вы знаете И от этого Многие болеют И страдают И мы с вами И я в частности Один из тех же Который Бог Слава Богу Помог Открыл И я каялся Даже в этом Когда это понял Вы знаете Один известный На весь мир Персидский Такой доктор Авицена Вы наверное О нем Многие слышали Он был Жил в 10 веке Нашей эры У него была Всегда Очень сильная Фраза У врача Есть три Средства В борьбе С болезнью Какие Слово Растение И нож Слово Растение И нож Да сегодня Химические таблетки И вы знаете Почему Слово первое Потому что Оно исходит От мысли Правда Все что я думаю То я буду говорить Все что я вынашиваю То я буду говорить Я хочу вам рассказать Одну притчу Она очень интересна Про трех монахов Она меня так затронула Когда я ее прочитал И хочу с вами поделиться В одном селе была Хорошая большая речка И в устье реки Было вот так где-то воды И где переходили На другую сторону И вот идут три монаха Два ученика И с ними учитель Естественно Ученики помоложе Как наши молодые братья Учитель постарше Который их учил Определенным вещам И вот они доходят До устья реки И видят Стоит женщина Стоит и метается Не знает И просит у них помощи Помогите Я очень сильно боюсь Эту воду Но мне надо Срочно перебраться На тот берег Помогите мне А у монахов Вы знаете Они дают обет Никогда не касаться женщины Они не женятся И женщины им касаться Нельзя Ни в каких предлогах Молодые монахи Перегляделись Что делать Смотрят на учителя своего Учитель понял В чем дело Не думая долго Берет эту женщину На руки Переносит через речку Ставит ее на пол Вернулся назад И говорит Пошлите А им идти надо было далеко Идут час Молодые молчат Молодые в изумлении Ничего понять не могут Идут два молчат Идут три молчат Идут четыре молчат Как вы думаете Можно сдержаться Нет И один из молодых Горячий Наверное Петр был Они обычно горячие Не выдержал И говорит Как так Учитель Как обет Который мы давали Ты нас учил Как ты мог взять Ее и понести Ты что наделал Он остановил их Посмотрел на него И говорит Я уже четыре часа назад Как поставил ее на землю А ты четыре часа Когда ее носишь Вы поняли мудрость Он ее не нес руками Но он и нес ее в голове Вопрос тебе и мне Что я ношу Вот я сижу в собрании Брат сказал до меня Виктор Что мы шли Уже должны были готовиться К собранию И вот Что мы носим В наших мыслях Что мы носим В нашей голове А мы говорим Мы крещены Духом Святым Дух Святой написал законы нам Вопрос Написал ли Все зависит от тебя Я повторюсь Не дашь права Духу Святому Это делать Никто не это не сделает Ты будешь Всю жизнь хромать И падать И вставать И непонятно Что будет происходить Давайте еще одно выражение Прочитаем Будем помнить Что мы несем Сила притяжения Мысли огромна Носи в себе Светлые мысли Жди светлого будущего Думаешь о плохом Плохое и получишь Хочу спросить вас Вот кто прочитал И кто это в жизни Практиковал Это правдиво написано Или нет Да Я последние годы Это практикую И это работает И об этом законы Библия говорит Мы сейчас будем Читать об этом Если мы носим Себе светлые мысли Оно Жди светлого будущего Первая светлая мысль Вечность Которую мы идем Первая светлая мысль Потому что мы с вами Говорили в прошлый раз Тора в переводе Это учение света И если Тора Не записана Как Христос В моем сердце Чем больше Слова закона В моем сердце Слова Божьего Тем больше света Если светлого будущего В которое я верю А если я верю А если я верю Оно должно жить во мне То оно и будет А если этого Только плохое Только негатив Только примеры Приводим Вот такие Самые плохие Да лучше С этого места Привести Примеры добрые Примеры Которые помогут Их и так Каждый кто сделал Плохо Скажите честно Когда мы делаем плохо Мы понимаем Да И так каждый человек Который сделал плохо Он знает Что ему плохо Но он не знает Как ему вылезти С этого плохо Поэтому зачем Еще давить И приводить Какие-то вот такие Друзья Я думаю Надо в этом нам Меняться Поэтому Еще одно важное Выражение Прочитаем И будем читать Писание Мысль Это действие Нашего духа Слово Это от мысли Рождается Это действие Нашей души От слова Рождается Действие Это действие Нашего физического Тела Помните Мы разбирали Римлянам Горта них Открытый Гроб Устами своими Помните Да это место Я его дословно Не помню Но вы знаете И после запятой Что там написано И ноги Что Бегущие Все что думает Человек И говорит Ноги Включают действие И руки Они начинают делать Проверьте себя И вы убедитесь Почему мы гневаемся Потому что закон Не написан в сердце Почему мы ненавидим Почему мы не прощаем Почему мы злы и недовольны Почему Когда Христос Нас должен жить Все от мысли Все от слова Все от действия Итак мы вернемся Снова к месту В Римлянам 10 10 глава 6 стих Я думаю Всем видно Ну тут не мелко А праведность От веры Так говорит Мы на этом месте Закончили Прошлый раз Не говори в сердце Твоем Кто взойдет на небо То из Христа Свести Или кто сойдет В бездну То из Христа Из мертвых Возвести Но что говорит Писание Что говорит Писание Обратите на это ударение То есть Близко к тебе Слово Не надо туда идти Не надо просить Оно в устах Твоих И в сердце Твоем Мы с вами читали Иеремии И читали евреям Напишу Во внутренность И куда В сердце Если это слово В сердце Написано Духом Святым Тебе не надо Никуда бегать Тебе не надо Никого искать Тебе не надо Метаться Взад или вперед Тебе надо Только говорить И исповедовать Ссылаясь На эти места Которые мы Сегодня Прочитываем И если То есть То есть Слово веры Которые проповедуем Ибо если Устами Будешь Исповедовать Иисуса Господом И сердцем Твоим веровать Что Бог Воскресил Его из мертвого То спасешься Потому что Сердцем верует К праведности Снова Где Бог Напишет закон В сердце А закон Приводит меня К праведности Закон Позволяет мне Жить праведной Жизни А если Я его не знаю А если Он у меня Не написан Поэтому люди Не меняются Поэтому люди Не растут Поэтому люди Не питаются Этим словом А это хлеб В которого Написано Хлеб Укрепляет Сердце Написано У Сирахова И поэтому Если этого хлеба Духовного Нет у меня Мое сердце Из которого Источник жизни Больное Слабое Давайте Прочитаем Следующее место 2 Коринфянам 4.13 Смотрите Очень важно Но имея Тот же дух Веры Как написано Я веровал Потому и говорил И мы веруем Потому и говорим В Коринфянам Мы сейчас Прочитали 10 Если будешь Говорить Если будешь Исповедовать Будешь спасен И веровать Одно без другого Не может Вера отслышания Слышания от слова И Павел Продолжает Эту мысль Говорит Тот же дух Веры у нас Который был У Моисея Который был У Даниила Во рву Который был У Давида Который бежал Или не тот же дух Тот же дух Это речь идет О духе Божьем Который мы Получаем С вами Как написано Я веровал Потому и говорил И мы веруем Потому и говорим Другой перевод И так Как в нас Тот же дух Веры О которым Сказано В Писании Я поверил И поэтому Стал говорить Мы верим И поэтому Говорим Читаем Назад А если Мы не говорим Значит Мы не верим Мы часто Сидим И критикуем Проповедников А это так А у тебя Это нет А у тебя То это Когда-то Долго Назад И я так Делал Я смотрю Многим Этим Живут А вот это Только громкие Слова А это О чем это Говорит Эти слова Негатив Мысли Гнилые В сердце Почему Они никогда Меня не приведут К вере Если я буду Этим жить Они тебя Не приведут К вере К вере Приводит Обетование Божие А не только Позитивные Ни одно Обетование Божьего Я буду читать Из закона Очень много Исторы Обетования Они только Положительные В них Нет никакого Негатива В них Только вдохновение Поднятие Духа Укрепления Сила И помощь Потому что Это наш Есть Бог Слава Ему За это Поэтому Братья и сестры Обратим на это Внимание Тот же Дух Веры В нас Библия Говорит И Я поверил Этой Библии И поэтому Стал говорить Вопрос Что стал говорить Слово Божье Мы верим И потому Говорим Что мы Говорим Слово Божье Ничего Попало Не исходящее Из наших уст А исповедовать Слово Божье Вы скажете Потому что Смотрите Часто вот Слушаешь Молитвы Даже Такую реплику Часто бывает Услышишь Вот сейчас Брат будет молиться Я уже знаю Каждое слово Как он помолится Вы встречали Такое А почему так А потому что Человек Не рос И не растет Вот он Заучил Десять лет Назад Молитву Вы знаете Я себя на этом поймал Когда был молодым И жили в Азии Я всегда прислушался К старшим братьям К молитве И вот какое-то новое Такое хорошее слово Я услышал Я старался его себе взять И вставлять в свою молитву И таким образом Я поймался На мысли Что Моя молитва Создана Не из веры И ума моего А У там чуть-чуть И здесь чуть-чуть Брат Когда молится Я же не знаю Его намерение Сердце Может быть Бог его так ведет А я у него забрал И себе притулил И говорю И привыкаю У меня автоматом Идет молитва Вы знаете Бог с огорчением На это смотрит Бог хочет Чтобы наши молитвы Исходили Из Слова Божьего Чтобы мы веровали И говорили И веровали В то Что мы говорим Веровали в то Что мы говорим Повторяюсь Братья и сестры Вот даже Элементарно Наша обиходная жизнь Встречаешь брата Или сестру Как дела Да что там дела Там болит Тут болит Там болит Да то плохо Это плохо Другого встречаешь И знаешь Что он больной Как дела Прекрасно Ожидаю еще лучшего Какая разница Я сделал для себя вывод И когда я Сам это практиковал В своей жизни Я часто об этом говорю И практикую Оно работает Вы знаете Легко опустить руки Особенно Когда тебя давят Когда тебе Бог Ставит какую-то ситуацию Когда ты слышишь О себе Разные байки Придуманные Легко опустить руки Ну кому ты сделаешь лучше Тем Которые это делают Нет Ты хуже сделаешь Только себе И когда стал Эти обетования Себе выписывать И разлаживать И читать Периодически И вселять в себя Слово Божие Вы знаете Оно вдохновляет Ты просыпаешься утром И первая твоя мысль Я благодарю тебя Господь Я сегодня буду Исполнителем Твоего слова Не дай мне быть Это не вера Вера есть то Что я говорю Но я еще не вижу Что так будет Написано евреем В еврейском переводе Поэтому ты проснулся Мысленно Начинай Исповедовать Я Господь Я благодарю тебя Что ты мне дал жизнь Я Благодарю тебя Что я сегодня Буду Исполнитель Твоего слова И вот это будет работать Оно поможет тебе Вселяй Дух Святой Я даю тебе место Пусть закон Слова твоего Вселяется В мое сердце Так же Бог Сказал Вселюсь В них буду Ходить Напишу Проверьте себя Честно Вот возьмите Ради интересно Листок Каждое утро И записывайте С какой мыслью Вы проснулись Если вы проснулись Недовольны Кто-то вас разбудил Вы не выспались У вас день Весь кувырком пойдет Потому что С каждой первой минуты О том Что твои глаза Открылись Только Бог Должен быть Твоим разумом Аминь Аминь Тогда день Благословенный И в работе Все успеваешь Потому что Так написано И во всем Что он не делает Успеет Давайте будем Практически Употреблять Я приведу Сегодня много мест Смотрите Псалмопевец Давид Он был помазанник Что он делал Читаем его Псалом 39.9 Боже Мое желание Исполнить волю Твою И закон Твой У меня Глубоко В сердце Это Другой перевод Вы знаете Мы поем эти места Обратите на эти Внимание Мое желание Как я сказал Иногда Ничего не будет И поэтому Другой притче 12.6 Не Вернитесь Пожалуйста Слова Нечестивых Что делают слова Кого Нечестивых Гибельная засада Сам себе Нечестивый Делает засаду И поймается в нее Но речь Праведных Что делает Спасает их Библия На все вопросы Отвечает Значит Слова Которые Мы произносим А мы А мы Сначала Думаем Они Сначала В нас Живут Мы Их Вынашиваем Потом Мы Говорим Оно Будет ли Или Спасение Если ты Праведный И закон Божий Пишется В духе Твоем И внутри А если Ты Нечестие Делаешь Ты попадешь Засаду Смотришь В жизни Одна проблема Удут человека Другая Третья С одной Не вылез Другую Попал Почему А может быть Надо разобраться В себе Не искать Виновных Те виноваты И вот у меня Такой Зять Или муж Или жена Или дочка Или сын Да нет Ты разберись С себе Это первое Поэтому Писание Очень мудрая Книга Которая Дает нам Совет Поэтому Слова Наши Братья И сестры Имеют силу Материализоваться Вот такие слова Я в следующий раз Да с Бог Больше об этом скажу Но один пример Говоришь Мы говорим Я не могу Я не хочу Вот что в этом слове плохого Я не могу Вы знаете Мой отец Всегда Я был 13 лет Он умер Когда мне было Неполных 14 И вот он Меня что-то заставляет Я так это запомнил Я говорю Папа я не могу Это Он вот так смотрит Мне в глаза И говорит Глаза боятся Руки что Делают Это Стало девизом Моей жизни Люди удивляются А как ты это можешь Как ты то Как брат то может делать Такие у него руки золотые Да потому что Однажды Он Выкинул из своей головы Слово Не могу Не хочу Это слова Паразиты Их называют Которые Насковывают Наши руки Ставят перед нами Шлагбаум И конечно Ты не можешь Чем больше Ты это будешь делать Или вот Еще другой пример Слово Не могу Дети что-то Набедокурили И что делают Мамы и папы Я не могу Что с ними делать Какие они Вырастут Вам знакомы Эти слова Знаком И вот Какими ты Их благословил Такими Они вырастут Почему не сказать По другому Как делают евреи Сынок Ты же Будущий доктор Ты же Умный человек Ну так Некрасиво Что ты так Глупо поступил Папе Аж стыдно За тебя Нет Мы сначала Треснем Он пролетит Немножко Возьмем Ремень Благословим И во гневе Еще что-то скажем Вы знаете Я это не придумал Это вот Перед вами человек Который рано женился Ума не было Некому было научить И я с первыми Так делал Пока меня один брат Не остановил И не сказал Ты что делаешь Потому что Наш пылкий характер Может делать Много беды Я благодарю Бога Что Бог посылает Людей Которые могут Открывать нам глаза И слово И на мудрость Как же все-таки Правильно делать И вот мы здесь С вами для того Чтобы учиться Как правильно Чтобы действовал Нас Дух Святой Итак продолжим Наши слова Влияют Не только на нас И на других Пример Асафа В Салме одном Написано Я не взял его Весь Вы знаете Он позавидовал Безумным Вот у них все Классно А мы столько делаем Я пощусь Молюсь А у меня нету Такого успеха Они богачи там И вот такое Вот там расписано И смотрите Что написано Но если бы я сказал Буду рассуждать так То я виновен был бы Перед родом Каким Сынов твоих Асаф молится Богу Или говорит И думал я Как бы уразуметь Это Но это трудно было В глазах моих Доколе я не вошел В освятилище Божье И не разумел Конца его Когда пришло К нему благоразумие Когда вошел В присутствие Божье Правда? Мы с вами читали Перевод евреям Который вложу законы Я соединюсь с ним Когда? Когда напишу законы Значит Святилище сегодня Это твое мое сердце Твое мое соединение С Богом Посредством слова И света учения Торы Брат мой и сестра Другого быть не может Если этого не происходит У нас зависть рождается Мы не можем радоваться Успеху другому человеку У человека что-то лучше появилось Все Человека тревожит Человек места не находит И так далее Почему? Да потому что Что в мыслях живет? То будет и проявляться В твоей моей жизни Смотрите Другой перевод говорит Я обращаю на это внимание И английский перевод так говорит Но если бы я сказал Стану говорить В нашем синодальном написано Что? Мы Стану рассуждать Это такое растяжимо А другие переводы Все кроме нашего говорят Если бы я сказал Стану говорить Как они Изменил бы я твоему народу Обратите внимание А Савва Остановила что? Он не за себя переживал Он понимал Если я это сейчас скажу И буду говорить И потворствовать Этим нечестивым Что будет? Я попрежду всему народу Вы слышите? Я когда это Сколько раз знал Это место И вот Рассуждая об этой теме Оно для меня Как прозрение Стоп Значит Мои слова Которые я говорю О какой-то семье О какой-то церкви Как вы думаете В духовном мире Оно может повредить? Может Давайте будем проверять Что мы говорим О других семьях Что мы говорим Не знав ситуации Той или иного брата Что мы говорим О церкви А потом Вырастают наши дети Мы их женим А зять в собрание Не ходит А потому что Мы лили ему Вот такая церковь Такие братья А вот пастырь плохой Даже не придет Не посетит Так подождите Пастырь плохой Или я Загрузил детей Этим негативом И ложью Говоря плохие вещи О церкви Поэтому может быть Не хотят ходить Я имею ввиду За маленьких Подростков И даже взрослых Если они в заблуждение Если не попадают Поэтому братья и сестры Все что мы говорим Или думаем Вынашивая В словах своих Оно влияет Я повторяюсь Не только на нас Но и на посторонних людей Давайте научимся Быть внимательными К тому Что мы говорим Что мы говорим За кого-то Как мы говорим Что мы льем В адрес другого В духовном мире Наше слово Вылетело Говорят Пословица Слово не птица Вылетит Не воробей Вылетишь Не поймаешь А в духовном мире Оно имеет силу Особенно Когда это говорится С недовольством Маханием рукой С гневом Оно имеет силу Имейте ввиду Так говорит И учит нас Слово Божие И закон Прочитаем Следующее место Римлянам 14.7 Ибо никто из нас Касаясь Асафа Мы продолжаем Мысль Не живет для себя Асаф переживал Чтоб народ Не пострадал Не так за себя Как оно может Повлиять на других И Павел То же самое говорит Никто не живет Для себя Никто не умирает Для себя А живем Ли Для Господа Живем Значит все Что я делаю Я делаю Для вас Что вы делаете Вы делаете Для меня Я заметил Такую тенденцию Если я делаю Для вас С умыслом Вам сделать больно Это больно Не приклеится К вам Да Оно кого-то ранит Но оно вернется Бумерангом В четыре раза Ко мне Если вы Замыслили Кто-то зло Против меня Или другого Брата Да Вы сделаете больно Языком Делом На время Но это зло В четыре раза По закону справедливости Торы Вернется в ваш дом К вашим детям Или к вам самим Так говорит Библия Кинул камень вверх Он упадет Тебе Куда На голову Поэтому будем учиться Слово кинувшее В адрес кого-то Кому-то ты отомстить хотел Или сказать Тебе кто-то обидел А ты таил годами И вот пришел момент Я дам Запомни Ты посеял злое В свой огород В свой адрес В свою семью Своих детей И даже внуков Так учит нас Заповеди Божии И вот здесь он говорит Что мы живем Не для себя Поэтому повторяю Третий раз Наши слова Имеют силу Не только по отношению Нас Но и окружающие Нас людей Вот жена и муж Почему проблемы Почему разводы Если бы муж Просыпался с мыслью О Господи Как я уже говорил И другая мысль Господь У меня жена Самая лучшая Да мы Мы Скупы на слова Вот мое поколение Допустим Кто старше меня У молодежи Это легко получается Они Ловьюкают Каждый там полчаса Может быть Это и хорошо Я их не осуждаю Но вот мое поколение Мы скупы Я сам себе О себе говорю Ловлю Но если мы Говорили хотя бы в уме Тогда мы будем делать И в мыслях говорили У меня жена Самая лучшая Может она у тебя Уже морщинистая Может быть там растягивает Ничего не получается Она у тебя Самая лучшая Она у тебя Самая красивая Если бы жена Так говорила Развивала И вселяла в себя Эти мысли И молилась Муж у меня Может быть он у тебя Медленный Может он у тебя Не такой А ты такая шустрая Может быть он Не такой Какой ты хотел Благословляй его Говори Сей это в адрес его И он для тебя станет Самым лучше Поверьте И это работает Давайте читать дальше Прочитаем Притчи 4.6 Теперь практически Практически Давайте посмотрим Как может быть И вот Это место Однажды Исцелило меня Я о нем Буду всегда Говорить И не буду молчать О сын мой Я взял другой перевод К словам моим Будь Внимательным К речам моих Слух Преклони Очень важно Что мы Слушаем Когда нам Говорят Если бы мы Слушали Хотя бы 12 часов В день Слово Божье Тогда бы Сплетен не было Клеветы не было Подозрений не было Слежки за кем-то Не было И так далее Тогда была благодать И действия Духа Святого К речам моим Преклони Пусть Не ускользнут Они От взора От глаз Что Бог говорил Иисусу Навину Да не отходит Книга закона От усы От глаз твоих Сохрани их В сердце Твоем Слово Которое Он будет писать Ведь они Жизнь для того Кто их обретет И исцеления Для всего тела Значит Слово Божье Не только Помогает мне быть Здоровым И удачливым В жизни Благословенным Оно помогает мне Быть здоровым Телом Здоровым душой Как это может Происходить Давайте Прежде чем мы Будем в следующие места Писания читать Прочитаем еще одно Важное выражение Следующее Сегодня это то Что ты делал И думал вчера Сегодня это то Что ты делал И думал вчера Сегодня это то Что ты делал И думал вчера А завтра Это то Что ты думаешь И делаешь Сегодня А завтра Это то Что ты думаешь И делаешь Сегодня Скажете не так? Так Часто мне братья Делятся и говорят Вот самые лучшие мысли В бизнесе И что делать В воскресенье приходят в субботу на собрание. Так. Если мы об этом думаем, говорим, живем, что я буду делать завтра, воскресенье, ты, естественно, это сделаешь. Вот так в любой сфере жизни. Если ты думаешь, ну все, я уже негодный, жениться не смогу, замуж уже, все, мне надо моя участь определенно, остановись, выкинь эти мысли. А наоборот, скажи, Господь, ты это устроишь, и я благодарю, потому что ты Бог мой, ты скала моя, я исповедую Писание, веруй, верь в это, и это будет работать, поверьте. И это многим-многим помогло. Как на примере, некоторые вещи мы можем это увидеть. Вот, допустим, давайте мы сейчас пройдемся быстро, много мест, и они будут также истории и закона, потому что многие говорят, вот в Ветхом Завете это вот тем, Израилю, нам это сегодня нет, там обетования нет. Вы знаете, их просто не хотят найти. В Ветхом Завете, как называемо, для меня нету Ветхого Нового, это одна книга, как называют в Ветхом Завете, очень много обетований, имеющих силу на сегодняшний день. Вот, например, Бог нам может помочь, когда мы падаем или упали. Пожалуйста, следующее. Я назвал это, Бог поможет, когда ты упал или падаешь. Вспомните, у каждого бывает искушение и падение. Второзаконие. Господь Сам, услышьте эти слова, пойдет перед тобою, Сам будет с тобою, не отступит от тебя, не оставит тебя, не бойся, не ужасайся. Скажите, разве это не сильные обетования? Сильнейшие я бы их назвал. Еще раз подчеркиваю, Сам Бог, для человека падающего, вы почитаете это место выше и ниже, пойдет перед тобою. Почему этими молитвами, этими словами не молиться? Господь, Ты Сам пойдешь передо мною, Ты всегда будешь со мной во имя Иисуса, Ты не отступишь от меня, Ты меня не оставишь, и я благодарю Тебя, и я ничего не буду бояться и ужасаться. Мы можем так молиться? Можем. А почему мы не можем? Потому что это не написано. А знаете, почему не написано? Потому что я не позволил Духу Святому написать это. Вы скажете, как? Сейчас многие будут мечтать, скажут, ну я теперь буду молиться, Господь напиши. Да, это только полшага, но чтобы оно писалось, надо в него вникать, надо его читать, надо его провозглашать, надо вкушать его этот хлеб, Слово Божье, вот тогда он там останется, как я вначале сказал, в твоем подсознании, в твоем хард-драйве. Ну, молодежь понимает, и многие, что это, о чем я говорю. Итак, это одно первое обетование. Давайте прочитаем дальше. Следующее. Псалмопевец Давид, он много, у него нелегкая жизнь была. Господом утверждаются стопы такого человека, и он благоволит к пути его, о ком идет речь. Когда он будет падать, не упадет, ибо Господь поддерживает его за руку. Я не знаю, как вы, но я считаю всем псалмами, ну, за исключением некоторым, там, младенца разобьешь, вы понимаете, очень многие псалмы Давида, это были молитвы. Очень многие псалмы Давида, и это нам с вами право молиться. Разве мы не можем? Господь, храни меня от падения, но если я буду падать, ты удержишь меня, ты благоволишь пути моем, ты не дашь мне упасть, потому что ты поддержишь меня за руку. Мы поем с вами псалм, Исайя 41, 10. Я, Господь, Бог твой, держу тебя куда? За правую руку, не покину, не оставлю. Да таких мест много. Псалом 22, 4. Случилось мне идти долиной темной, как смерть. Не устрашусь, и тогда я зла, ибо ты со мною, твой жезл и твой посох, уверенность в меня вселяю. Другой перевод, Псалма 22, вы знаете. Другое место, давайте еще одно прочитаем, Римлянам 8, 38. Но я верую, я взял другой перевод, вы сильнейшее место, внимательно прочтите. Но и я верую твердо. Я подчеркнул, что важно первое. И я верую твердо. Не колеблюсь, а будет, не будет, а может быть не так, а так, это должно вообще ликвидироваться. А я верую твердо. Во что? Что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни демоны, ни настоящее, ни будущее, ни темные силы, вселенский, ни мир внешний. Мы говорим, не надо в мир лезть людям. Так почему туда лезут? А потому что не знают, как себя безопасить. Не написано в сердце. Ни мир внешний, ни бездна, ничто из всего сотворенного не может отлучить нас от Божьей любви. Явлено нам во Христе Иисусе, Господе нашем. Я встречал людей, которые одеваются прилично, и миру не потворствуют, и в одежде, и во всем, но любить не умеют. Но любить не умеют. Вопрос, почему? А потому что никто не может отлучить. Не верит человек. Человек только говорит. Мы часто, я сам себя ловил на мысли, можно говорить в возвышенные фразы, но не верить в них. Но когда ты веришь в это слово, и исповедуешь его за детей своих, твой сын хромает, твои дети хромают, почему не молиться? Господь, я благодарю Тебя, что Ты спас его, а ты видишь, что он еще хромает, он где-то промышляет, он где-то не так делает. Я благодарю Тебя, что Ты спас его, и Ты не дашь ему покоя. Во имя Иисуса Христа, Дух Святой, работай в нем, спасай его, ибо ничего его не погубит. Начни такой молитвой молиться, и делай это долго. А может, у тебя быстро получится, как будет твоя вера. По мере веры будет дано тебе. Так говорит Священное Писание. Давайте еще немножко, я буду заканчивать. Извините, что короче не получается. Если не можешь любить или простить. Это примеры, просто примеры. Есть места Писания, это практически места Писания, которые нам помогут. Никто из вас. Да не мыслит в сердце своем зла. Вот цитирую этот стих, выучи его наизусть. Против ближнего твоей ложной клятвы не любите, ибо все это я ненавижу, говорит Господь. Это цитирование закона. Эти обетования даны в законе в Торе, братья и сестры. И они должны быть написаны в моем твоем сердце. Никто, пастырь ты, рядовой, папа, мама, мужчина, женщина, разницы нету. Никто. Закон запрещает мыслить плохо о ближнем своем, в сердце своем. Притча 14, 21. Кто презирает ближнего, совершает грех, но благо тому, кто милосерд к бедным. Вы скажете, тут о бедном идет речь. Нет. А за что мы презираем иногда друг друга? Потому что он в наших глазах ничто, согрешил, или мы считаем себя умнее, а его глупее. Это тоже есть презрение. Или я богаче, он беднее. Это грех, говорит нам Священное Писание. Если он духовно согрешил, он же бедный и так, правда? Он и так в проблеме, он и так в грехе. Не презирай его, говорит Священное Писание. И вот цитируйте эти слова, это поможет, знаете, любить, это поможет, их очень много, это поможет прощать, что многие не могут сделать. Давайте еще прочитаем следующие места. Скудаумный высказывает презрение к ближнему своему, но разумный человек молчит. Страшное место. А разум верно у кого? У соблюдающих заповедей. Очень все просто. Если я презираю кого-то, я скудаумный. А если я молчу, даже вижу негодность человека, я разумный. Почему? Потому что Тора написана в разуме. Мы выше сейчас с вами прочитали. Не говори с презрением на ближнего твоего. Вы понимаете, как четко Библия просто, очень просто, открыто показывает нам, как нам жить. Только мы не знаем, мы забыли эти места, а может быть, никогда и не читали. Вот их надо заучивать внутрь, чтобы они в мыслях были, чтобы они в сердце были. И мы уже прочитали римлянам 13.10. Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона. Не закон исполнения любви, а любовь есть исполнение закона. Если я люблю, я верю. Если я верю, я буду любить. А если я верю и люблю, я буду исполнять. Я не буду его нарушать. То ли в семье, то ли в жизни разницы нет. Еще пару мест. Следующее, пожалуйста. Ибо только я знаю намерения, какие я имею о вас. Говорит Господь, намерения во благо, а не на вас зло, чтобы дать вам будущность и надежду, говорит нам пророк, цитируя, тоже из закона. Братья мои, сестры, Бог благоволит к нам. Он хочет докричаться или достучаться до нас, что Он нас любит. Только мы должны со своей стороны любить и все больше этого слова вселять в свое сердце, чтобы в наших словах не анекдоты и пустота происходила, а происходило Слово Божье, которое тебя обезопасит, которое тебя исцелит, которое тебе поможет и сделает очень много благословения. И второе, мы уже прочитали евреям. Будем держаться исповедания, упования, неуклона, ибо верен кто? И мы начали с этого стиха Римлянам 10. Если будешь исповедовать устами и сердцем веровать, сердцем веровать, ты будешь праведный, ты будешь спасен, ты будешь благословлен, можно это продолжать и продолжать. И поэтому держись этого исповедания. Исповедуй Слово Божие. Вселяй в него в себя. Носи его в голове и разуме. Я буду помышлять о Господе. Молись этой молитвой. Вселяй Слово больше и больше в себя. И последнее место, с чего я начинал, хочу, чтобы оно осталось в памяти. Следующее, пожалуйста. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего. Давид всегда молился. Он был мудрым человеком, благоугодным пред Тобою. Господи, твердыня моя и избавитель мой. Другой перевод. Слова мои пусть будут угодны Тебе всегда, как и думы, то есть мысли мои. О Господи, скала моя и искупитель мой. Братья и сестры, делая заключение и подводя итог, хочу сказать, что наши мысли и слова имеют огромную силу и рождают веру или в позитив, или в негатив. Если мы хотим спасения, последнее высветите, если мы хотим спасения жизни вечной, мы должны это всегда исповедовать и в это верить. За одну ночь нельзя изменить жизнь, но за одну ночь можно изменить мысли, которые навсегда изменят твою жизнь. Мы можем сказать Аминь? Да поможет нам Бог. В этом нуждаюсь я первый. В этом нуждается, я уверен, каждый из нас. Молодые люди, молодежь, если к вам приходит трудность, неуверенность, не бегите куда-то, ища где-то что-то. Все ответы в Библии. Любите книгу, полюбите ее от всего сердца, ищите ответы, заполняйте себя больше и больше Словом Божьим. Искушение не только молодых касается, но и старых. Что в старости носит? А знаете что? Что не победили в молодости? И это так тяжело и некрасиво выражается, это так неприятно иногда видеть и слышать, и печально. Поэтому, чтобы в старости не быть в постыжении, а быть, как написано, плодовитой и сочной, заполняйте себя Словом. Я читал статистику заключений, напомню. Люди в старости, почему делали анализ даже ученые, это библейское доказательство даже, почему в старости не оскудевает разум у многих людей. И большое соотношение процентом это у людей, которые в основном верующие, которые читают Слово Божье. Поэтому читайте Библию, сколько бы вам лет не было. И чем больше вы будете ее читать, ваш развивается ум, ваш ум не оскудевает, ваши мозги не высыхают, простым языком хочу сказать. И поэтому Бог не ошибся, когда сказал Иисусу Навину, да, не отходит. Да, не отходит, когда? Только утром, вечером, но научайся в ней сколько? День и ночь. Тогда ты будешь тверд, ты будешь непорочен, тебе будет хорошо. Да, вы скажете, а когда работать? Да ты возьми утром, прочитай внимательно хоть два стиха, хоть три. Запомни их, заучи в конце концов и думай о них целый день. Думай, и у тебя знаешь, как получится? Ты будешь работать, а голова будет думать об этом. Начни себя в этом развивать. Ноги говорят, у меня это не получится. Да ты не хочешь. Это получается. Бог дал нам двойную молитву. Молиться духом и умом. Мы это читаем. Бог дал нам развивать свой разум так, чтобы думать о нем, а руками делать. Павел, помните, пишет, я руками работаю, а сердцем и мыслями. Где? С Господом. Это со Словом Божьим. Да поможет нам всем Бог. Ему слава. Аминь. Царя, 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 Аминь. Он есть любящий Отец наш, А мы все Его семья. Аллилуйя, аллилуйя, Господа благослови, Что-то в радость неземную Пребывать вообще не с Ним. Слава Богу, слава Богу, Мы, Отца, благодарим За Иисуса кровь святую, Что ее за нас пролим. Аллилуйя, аллилуйя, Господа благослови, Что-то в радость неземную Пребывать вообще не с Ним. Аллилуйя, аллилуйя, Господа благослови, Что-то в радость неземную Пребывать вообще не с Ним. И сегодня в день чудесный Всех Ты нас благослови, И пошли нам Дух Небесный, Что-то в радость неземную Что-то в радость неземную Пребывать вообще не с Ним. Аллилуйя, аллилуйя, Господа благослови, Что-то в радость неземную Пребывать вообще не с Ним. Аллилуйя, аллилуйя, Господа благослови, Что-то в радость неземную Пребывать вообще не с Ним. Слава Господу, братья и сестры, За утреннее служение, За то, что Он так благ нам, Милостив, И мы закончим наше служение Словами благодати. Благодати Господа нашего Иисуса Христа, И любовь Бога Отца, И общение Святого Духа Со всеми вами. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин